Название этого видео звучит кликбейтно, но дружок-пирожок, ютуб это война и желательно принести с собой оружие, поэтому прости меня. Как уже можно хоть что-то сказать про видеоигры, что не было сказано раньше? На ютубе полно контента про видеоигровую индустрию и что-то новое создать возможно, но для этого нужно попасть в глубочайшие чертоги своего разума и постараться достать изнутри какую-то оригинальную идею. Но нет, это сложно, мне лень, я разве что могу откровенно рассказать свою историю, как я познакомился с видеоиграми. Первую свою видеоигровую платформу я заполучил, когда мне было примерно лет 7. К нам в Киев приехали тетя с дядей из Одессы, они уже собираются уезжать буквально в этот день, и тут Диме резко захотела себе консоль. У всех была, у всех был компьютер, я себе тоже хочу. Точнее, я хотел себе приставку, я хотел бы именно приставку. Вот это правильное слово. Консоль это неправильное слово, приставка. Ну окей, тетя согласилась, сказала, хорошо Дима, мы идем покупать тебе приставку. И боже мой, я чуть с ума не сошел от радости, это было просто вау. Мне идут покупать приставку. Я чуть ли не плакал от счастья, просто это было вау. А раньше, если вы помните, были всякие маленькие магазинчики, где продавали картриджи, приставки, видеоигры, джойстики. Ну все, что душе угодно. Мы пошли именно как раз в такой из ларечков, и там было полно приставок. Это был для справки 2004-2005 год. Так что на рынке были уже как и PlayStation, и первая, и вторая, так и оригинальный Xbox, так и множество Nintendo консолей, как Nintendo 64, GameCube, Nintendo DS. Но, как вы знаете, они у нас никогда популярны не были, даже сейчас. И судя по всему, из-за желания сэкономить, мне взяли Dendy. А это, как вы знаете, просто клон Nintendo Entertainment System для республик бывшего СССР. А я другого и не знал. Я не знал, что есть что-то круче. Я был настолько счастлив этому приобретению, что все свое свободное время я проводил за Dendy. Я играл в Duck Hunt, я играл в Mario, Excite Bike, Flintstones, Ninja Gaiden, танчики и много чего другого, чего я уже не вспомню. Были же эти самые картриджи, там 99 в одном, 991 в одном, и там игры повторялись. Но тебе было абсолютно не важно, потому что ты когда покупал этот картридж, ты чувствовал просто силу, и это все было открытие. И сейчас такого уже нету, когда ты не знаешь, что ты берешь. Ну ладно, меня уже заносит в какую-то старчистую ностальгию. И еще помню, была еще одна игра. Очень нравилась она мне в детстве. Какая-то японская или китайская игра, мне 23, я до сих пор не знаю разницы ваших иероглифов. Это был футбол, в котором можно было избивать игроков другой команды, подкаты всякие делать. Я уже не помню, я помню разве что было прям классно, вот прям классно. По-моему я был одним из первых, у кого в классе появился компьютер. Как вы все знаете, он покупается для целей обучения. Ну, конечно же. Я даже и вовсе не помню, чтобы я делал что-то связанное с учебой на компьютере, пока у меня не появился интернет гораздо позже. Компьютер у меня появился, когда мне было лет 8. И мне его установил мой двоюродный брат. Также он установил на компьютер много самых разных игр. Судя по всему тех, которые нравились и ему. Я был самым счастливым ребенком. С каждым годом вспомнить во что я играл все сложнее и сложнее. Но некоторые игры я все-таки припоминаю. Я много играл в Снайпер Элит. Это было очень классно. И очень занимательно. Экономить ресурсы, убивать нацистов, подрывать танки. Просто прекрасно. Также был Князь Тьмы первый. Где я играл не за гнома, а за эльфа с двумя крутыми клинками. Теперь мне очень стыдно за это, но уж простите меня. Я помню, что раньше, даже в детстве, много кто играл за Серафим. Но в детстве она мне казалась скорее какой-то шлюхой, неже чем-то привлекательным для глаза. То есть мои приоритеты были очевидны. Ой, помню еще была такая прекрасная игра. Багс, Бани и Тасс. Охотники во времени. Боже мой, столько воспоминаний. Это самая прекрасная из игр была в моем детстве. Также был Уоллес и Громет. Ужасная за парк. Оба 3D платформера замечательные. Всем рекомендую даже сейчас попробовать. В Warcraft 3 я тоже играл. Но в детстве, без интернета. И он меня поэтому не зацепил. Также у меня была КС 1.6, где я мог играть только против ботов. И я обожал карту КС Ассалт. Которую я называл Асаульт. Также двоюродный брат установил мне такую игру, как Неверхуд. От которого мне было дискомфортно почему-то. Хотя меня со времен советских мультфильмов еще пугала пластилиновая анимация и стоп-моушен. Но это уже не важно. Помню, брат еще мне установил Диабло 2. Но она мне показалась какой-то скучной, некрасивой, не яркой, ничего не понятно. И даже немного как-то страшно. Ой, а еще брат установил мне Корсаров. Не помню как называется, но Корсаров. Ух, там было, там можно было плавать. И можно было драться на саблях. Ничего не помню, но вроде было прикольно в детстве. Ой, а немного попозже уже. Были же игры про Тони Хока. Я играл в Тони Хок про скейтер 3, про скейтер 4, American Wasteland. А потом мы еще с друзьями играли вместе по сети. Ой, ты господи. А помните, сколько было игр по фильмам? И даже вполне неплохих на то время. Шрек 2. Боже мой, сколько я в него наиграл. Гарри Поттер и потайная комната, где можно было карточки коллекционировать. Чемпионат мира по Квидичу. Сколько я в него играл, с каким запалом. Еще была просто отличная игра про черепашек ниндзя, где было полно разных персонажей. Уровни разрушались со временем. Было полно разного оружия. И можно было столкнуть врага с платформы прямо в лаву. Сейчас я уже очень люблю GTA San Andreas. Это замечательная игра. Но в детстве я ее довольно быстро забросил, потому что мой недоразвитый мозг не мог понять, куда мне ехать. Как попасть на Групп Стрит? И я ездил по городу. Думал, игра очень пустая. Меня убивали при входе в другие города. И мне не понравилось в итоге. Ой. WWF Raw 2002. И я помню, сколько сотен часов я в ней просидел. Выстраивал какие-то свои истории. Делал своих персонажей. Это все было как раз на пике популярности рестлинга в Украине и России. И я был самым большим из фанатов, как вы знаете. Очень злился, что везде, где ни ищи, была только эта игра. Никакой другой игры нельзя было найти. Только эта. В разных формах, но только эта. Были такие моменты, когда мне еще приходилось сидеть у мамы на работе. И каждый раз в надежде услышать что-то новое, я спрашивал. А где у тебя игры здесь за компьютером? А игр-то, собственно, нет. Только офисные программы, да и все. Но был стандартный набор игр Windows XP. Тот самый. Там был Солитер, Червы, Косынка, Пасьянц, Сапер и, конечно же... Я был в школе и смог покупать на переменах в пешеходном переходе диски с видеоиграми. По-моему, я покупал новые диски примерно по 12 гривен. И, это очень сейчас важно, ты мог отдать обратно игру, доплатить еще 8 гривен и получить другую в обмен. В детстве мне это казалось лучшей сделкой. Но сейчас я как-то думаю, мне кажется, меня наебывали. Все в школе начинали обмениваться играми между собой. Это было прекрасно. Это не как сейчас. У тебя есть интернет, и ты можешь все найти и скачать. А тогда тебе нужно было поискать, нужно было заняться бартером. И ты не знал, что ты получишь. У тебя была рекомендация друга и скриншоты на коробке от игры. Недавно я ехал со своим соседом в машине. Он помогал мне перевезти вещи на новую квартиру, и он пытался со мной закрутить разговор по поводу компьютеров и видеоигр. Знаете, разговор выглядел так, будто отец, который тебя давно не видел, пытается к тебе найти подход, зная только о тебе то, что ты любишь играть в видеоигры. Он мне напомнил про такую вещь, как компьютерные клубы. И, к сожалению, я не смог попасть в это райское место. Меня не пускали далеко от дома, не давали карманных денег. И когда ей уже и разрешили куда-то пройтись, то компьютерный клуб рядом со мной уже был закрыт. Да. В детстве я туда заходил всего лишь пару раз. Компьютерный клуб находился прямо рядом с магазином продуктов. И пока бабушка закупалась продуктами, я забегал тем временем в компьютерный клуб. На меня в тот же момент оборачивались десятки лиц старше меня на лет 10. Мне ставало очень дискомфортно, и я попросту уходил оттуда. Сколько я себя помню, за компьютером я проводил очень много времени. И все мое детство компьютер выставлялся источником всех моих проблем. В школе дела шли так себе, надо мной издевались одноклассники до восьмого класса, поэтому я предпочитал оставаться дома неделями, играя в видеоигры. Твоему однокласснику Андрею вообще-то разрешают играть только 15 минут в день, а ты часами сидишь. Подобную фразу я слышал практически каждый день. Маме было наплевать, а вот бабушка не могла в свою голову уложить, что же меня так привлекает в компьютере больше, чем в учебнике математики за шестой класс. Видеоигры уже не так антагонизируются, как раньше. Ой, что только раньше не придумывали. Я каждые пару дней от бабушки слышал что-то новое на манеру. Британские ученые обнаружили, что дети, игравшие в видеоигры, на 40% более жестокие по отношению к животным. Ну, во-первых, почему это всегда британские ученые, которые говорят подобную информацию? Во-вторых, Можно я уже просто пойду поиграю? А вот в наше время, Дима, мы постоянно гуляли, мы общались, мы ходили в кино, читали мы много. Ой, я помню, я читала в упоение. И в клубы по интересам ходили, и в лагеря ездили, и учились мы хорошо. В село ездили к бабушке картошку копать. Вот это мы жили жизнью полноценной, а вы, вот это ваше поколение, зомбируемое компьютером. Ну, стоит отдать должное бабушке, она, в принципе, не врет. Их поколение действительно чаще общалось вживую и больше времени проводило на улице. Но у них и не было альтернативы. Я даже и не могу сейчас представить свою жизнь без девайсов и интернета. Именно как раз эта мысль постоянно является эдаким We live in a society моментом. И пожилые люди, и дауншифтеры всякие, и просто кому не лень, считают, что вот бы мы отказались от девайсов и интернета, и сразу бы достигли идеального общества. Возможно, из моего прошлого видео могло показаться, что я обвиняю видеоигры во всех наших с тобой текущих бедах, брат. Но это не так. Всегда можно сказать, что вместо этого можно было что-то полезное учить, но не всё так в жизни просто. В видеоиграх я находил много радости, которые я не мог найти в общении со своими сверстниками. Видеоигры познакомили меня со многими людьми, с которыми я уже дружу долгие и долгие годы. Так что нет, нет о чём жалеть. Было весело, и это самое главное. Ну а теперь детство закончилось, и самое время понять для себя, как эти непонятные уродские буковки и символы приносят денежку в карман. Продолжение следует...